Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум, или же Александр. И я рад вновь вас приветствовать на своем маленьком уютном каналчике. Сегодня мы будем заниматься захватом вселенной в игре Айстролит. Что ж, мы уже продвинулись достаточно далеко, заработали кучу интересных элементов, и сегодня, мне кажется, настало время для экспериментов. Сегодня я попытаюсь создать уникальные, интересные космические корабли. Для чего сейчас вы увидите, и вообще, что я имею ввиду? Так, для начала нужно выбрать раунд, уровень, на который я хочу поехать. Что я хочу захватить и что я хочу получить? Вот этот вот автокэнон, автопушка, мне кажется, очень привлекательная. Она похожа на миниган, и, вероятно, это будет очень скорострельное орудие, поэтому давайте заработаем сейчас именно его. И когда я говорил про эксперименты, я имел ввиду, что я хочу создать корабль, который будет максимально дешевым и при этом максимально маневренным. В принципе, мой существующий вот этот вот космический корабль уже похож на что-то такое, но он меня немного не устраивает. Во-первых, нужно сменить пушку, потому что угол стрельбы слишком маленький, нужно немного его увеличить на 270 градусов. Замечательно, теперь он будет выглядеть так. И пушку я, наверное, поставлю, поставлю, поставлю самую стандартную, но у нее дальность хреновая, даже и не знаю. Да, пожалуй, все-таки буду использовать стандарт и все-таки немного ускорю свой корабль. На цене это не сильно отразится, но зато он будет летать гораздо быстрее. И стоит теперь он 148. Что ж, надеюсь, моя стратегия сработает, и я просто смогу задавить врага количеством кораблей, а не качеством. Качество у нас и так хорошее, давайте полетели. Вах, а враг-то, смотрите, какой бодрый. Он делает то же самое. Ха, блин, я построил не те корабли. Ай-яй-яй-яй-яй, я построил вот эти, а нужны были вторые. Черт возьми, Саша, как же так получилось, что ты ничего не заметил? Стопэ, нужно этот раунд переиграть. Можно это сделать или нет? Все, возвращаемся назад и переигрываем. Конечно же, конечно же, я построил не те корабли. Все, теперь все должно измениться, и теперь действительно я должен двигаться быстро. Сразу захватим точку, которая находится возле противника, и захватим еще вот эту точку. Из-за того, что очень много точек на карте, я могу элементарно путаться и действовать не совсем правильно. Но да ладно, думаю, все получится. Такс, такс, такс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот я и начинаю уже путаться. Мои точки захватывают, но я тоже не промах, у меня тоже есть корабли, мои корабли тоже постепенно получают все больше и больше территорий. Нужно строить, нужно строить, надо сразу поставить в очередь огромное количество кораблей. Нет, стратегия с большим количеством маленьких кораблей мне, честно говоря, пока не особо нравится. Из-за того, что у врага как раз-таки вот эти самые миниганы, они творят какую-то ересь и чернуху. Не-не-не-не-не-не, здесь точно ничего не получится, слишком слабые орудия. У врага элементарно дальность стрельбы больше, и мои чуваки не могут до него достать. Хорошо, раз враг поступает подло и жестоко, у меня есть чем бороться с ним, я буду использовать свои гигантские джиггернауты. Хорошо, вы сами напросились, я не хотел этого делать, но, видать, другого выбора у меня просто-напросто нет. Сразу два корабля отправляем подальше в тыл врага, и еще несколько кораблей отправляем на защиту своих территорий. Так, получится ли или нет? Давайте, бам, бух! Что такое? Уже не так быстро вы хотите захватывать мои зоны? Теперь все будет иначе, теперь я выйду победителем. Посмотрите, враг ничего не может сделать мне. Мои корабли, как космические титаны, просто бороздят просторы космоса и стирают все на своем пути. Враг пытается что-то сделать, но мы-то с вами знаем, что ничего у него не получится. Блин, хотя, из-за, опять же, своих размеров и неповоротливости, враг может меня раздавить. Стопэ, мне нужно захватить побольше точек, чтобы было больше денег. Враг элементарно сейчас богаче меня, и это плохо. Это очень-очень плохо. Так, нужна подмога нашим товарищам здесь. В принципе, он, наверное, и один может сдержать натиск, но рисковать я не стану, подмога точно нам не повредит. Да, отлично, точек становится захваченных больше. И постепенно, пускай не так быстро, как хотелось бы, но врага я смогу раздавить. Да, пух! Сейчас захвачена будет эта точка, потом эти две, и все. Остается только ждать, пока у меня появятся бабки для строительства новых кораблей. Оба-на, что это такое? Очень интересно выглядит у него какой-то странный новый двигатель. Хм, что бы это могло значить? Возможно, это корабль-камикадзе, и когда я его взорву, будет взрывная волна, наносящая урон моим кораблям? Не, надеюсь, нет. О, совсем забыл, у меня же произведен новый юнит. Пора отправлять его тоже на поиски приключений и сражений. Такс, почему он замер? Меня это немного смущает. Наверняка эта тварь что-то задумала. Что же ты задумал, маленький летающий козел? Ну, ничего, сейчас мы все твои планы раскроем. Так, у врага две точки, у меня четыре. По любасу я уже должен выиграть. Просто из-за большего количества денег. А этот корабль отправим сюда. Почему он даже не пытается сопротивляться? Он, видимо, понимает, что его один корабль ничего не сможет противопоставить моей флотилии гигантской. Они даже не долетают. Чуть-чуть, чуть-чуть они покоцали мои поворотные элементы, но этого недостаточно, чтобы меня уничтожить. Бах-бах-бах, бах-бах-бах. Не хватает врагам, конечно же, скорости, чтобы уворачиваться от моих мощнейших снарядов. Что ж, и одна точка осталась. Блейд Рейнджер. Сейчас мы тебя сделаем, Блейд Рейнджер. Оба-на, еще один корабль. Может быть, этим моим гигантам увеличить количество двигателей еще? Хотя зачем? Это может быть и эффективно, и в то же время, опять же, увеличить стоимость. А это никуда не годится. Маленький размер флотилии, пускай даже и мощный, это залог проигрыша. Нужно строить много кораблей, чтобы они могли одновременно захватывать все точки. И все. Хуах, я заработал автокэнон этот. Что ж, дальше. Я хочу получить какие-то, какие-то элементы брони угловые. Зачем они мне нужны, я не знаю. Крылья. Ммм, двойной реактор. Что это такое? И энерджи-трансфер какой-то. Хмм, а что здесь? Батарея. Броня. И двигатель. Ну что ж, давайте заработаем, наконец-таки, новый двигатель. Я давно хотел это сделать. Но сперва, конечно же, я построю мощнейшие корабли. Все-таки экспериментировать стоит, и буду делать я это прямо сейчас. Заменю просто пушку, и, возможно, у нас получится что-то интересное. Вероятно, даже нужно поставить еще несколько батарей. Блин. Дороговато, дороговато. Получается. Ладно. Окей, пускай будет два двигателя, два поворотных элемента и две батареи. Должно сработать. Может быть, повезет, и мой корабль будет эффективным. Строим сразу кучу. Штук 20 я смогу построить. Вах, вах, вах. А что творит враг? Куда полетели его ракеты? О, смотрите-ка, какие корабли он использует. Очень хитро. Просто двигатель. Черт побери. И батарея. И таким образом он может быстро захватывать территорию. Ха, интересно-интересно. Я об этом почему-то не подумал. Такс, почему я не поступал так же? Но из-за того, что враг неповоротлив, я смогу сейчас захватить сразу несколько его точек. Окей, но вот эти гигантские исполины могут заставить меня попотеть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Они надвигаются на меня. Мои пушки просто-напросто не пробивают их. Охренеть. Стерли с лица земли мой флот. Да, маленькие корабли здесь неэффективны. Нужны большие. Обязательно нужны большие. Хотя я сейчас зарабатываю, смотрите, деньги. И таким образом смогу построить что-нибудь большое, что-нибудь мощное. Давайте попробуем. Врага нет просто-напросто территории. За счет быстроходности я заработаю больше денег. И, возможно, даже смогу справиться с этими исполинами. Они совсем медленные, неповоротливые. О, так я могу схитрить. Я могу поступать так же, как поступал враг. Просто летать за спиной и таким образом уничтожать врага. Это очень хитро. Да, давайте возьмем корабль побольше. Ой, ты еще одного построил. И со спины надерем его. О, а, 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 а. Задница у него как раз таки особо не защищена. И поехали. Надеюсь, удастся уничтожить их. Так, не хватает энергии моим кораблям. Блин, нужен, нужен, нужен флот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Опять испалины. Вау, одного уничтожил. Пытаются захватить мою территорию, но у них ничего не выйдет Да, строить большие корабли это круто, это эффектно, это большая огневая мощь Но по факту в битве это малоэффективно Слишком... О, я еще и победил, слишком маленькая маневренность Так, у меня появились новые двигатели И теперь я могу заработать, заработать что-нибудь интересное Какой-то своеобразный защитный лазер Возможно, да, этот защитный лазер будет уничтожать ракеты Вражеские на подлете ко мне неплохо Отлично, давайте, давайте попробуем что-нибудь сделать Так, где мой основной боевой корабль, который я использую чаще всего? Наверное, наверное, это он, да Вот, он очень поворотливый и очень боевая мощь у него серьезная Но сейчас я немного его переделаю Сделаю еще больше пушек Так, несколько таких элементов Оу, слишком-слишком большой он получается, да? Жалуется? Нет? Сколько он будет стоить, черт побери? Так, не знаю, поставлю сюда два минигана И получается просто реально какая-то, ребята, дичь Что бы, что бы можно было еще придумать с этим кораблем? Чтоб он был еще жестче Новые двигатели, серьезно Убираю все старые двигатели Такс И посмотрим, насколько эффективен двойной большой двигатель Сколько он будет стоить? Так, 35, а этот стоит 20 Хм-хм-хм Скорость в два раза больше фактически А цена не в два раза больше Поэтому, да, можно-можно поставить их намного больше Так, и Так, думаю, этого будет для начала достаточно Хотя Давайте сделаем его еще более быстрым Если что, я потом смогу конструкцию изменить Так, ну, выглядит он красиво Должен признать, выглядит он красиво И давайте еще два поворотных элемента поставим Почему бы и нет Цену это не особо увеличит Но зато внешний вид стал красивее И Маневреннее, опять же Стоп! Что это такое? Что это такое? Так, на карте появилось много всего разного нового Эм, ага Теперь для того, чтобы захватить территорию Нужно уничтожить базу, которая там находится уже Вах, интересно, интересно, интересно Ничего подобного я раньше не встречал Так, но эти территории принадлежат мне Поэтому нормально У врага тоже три территории Кстати, мои территории Ограждены пушками А у врага просто там находятся космические корабли Ну, пушки гораздо эффективнее Такс? Сразу двигаемся вперед Нам нужно захватывать территорию Нет времени ждать Чем быстрее мы это сделаем Тем лучше будет для нас всех Вау, и враг постепенно начинает приближаться Никуда не годится У него есть ракеты Почему я не использую ракеты? Наверное, тоже нужно в мою конструкцию Внести парочку технических изменений И установить ракетницы Да, непростой уровень Непростой Не достаю я Нужно ближе подходить к врагу Давай, давай, давай Но зато, когда мы подходим Ближе Враг сразу страдает Враг сразу погибает Ну, какого черта Ты захватываешь мою территорию? Ладно, полечу пока сюда Справились мы? Оу Нет, 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 нет Враг меня разделал Окей, хорошо Раз вы такие Поступим иначе Ракетницы у меня есть? Ага, есть А нет у меня ракетниц? Нету, почему? Стопэ Стопэ, стопэ, стопэ Где я упустил момент с ракетницами? Где, где, где я не заработал ракеты? Это ведь ракеты они используют? Или это хэви флэг этот самый? Стоп Хэви флэг у меня есть Плазма это что ли? Или нет? Ну, давайте попробуем поставить плазму Может на что-то это и повлияет Странно, ракет я точно не вижу Ракет у меня нет Все Поступаем иначе Сразу полетим В бой, поехали Пока я буду лететь сюда По дороге будут уничтожены еще и этот космический корабль вражеский Так что все нормально И в один момент мне кажется, что у врага просто-напросто больше денег Нет, ракет у меня нету Ребята, это плохо Так, один корабль останется здесь Два полетят захватывать Это очень-очень плохо Мне срочно нужно где-то достать ракетницу Нужно какой-то уровень захватить Чтобы был доступ к ракетам Как это сделать, я пока не совсем понимаю Так, ну, территории у нас захвачено больше Замечательно Денег, значит, тоже больше Сразу отправляю ребят на подмогу сюда Или даже, наверное, сюда Блин, слишком быстро они справляются с моими защитными сооружениями Хух, нужно что-то придумывать А давайте отправим два корабля сюда Почему бы и нет? Пока враг отвлечен Можно, можно, думаю, хорошо справиться Давайте, давайте Вах, вах, вах Вы все здесь собрались? Ну давайте, окей Устроим баш на баш Месиво на месиво Стенку на стенку Наши корабли-то по-любому должны выиграть Вражеский флот Или нет Или нет За счет ракет они реально дают мне неслабо так просраться Дальность все-таки влияет на многое Ну, врага осталось два корабля У меня тоже два корабля Пытается уничтожить мою территорию Я отправлю подмогу Попытаемся увернуться Давай, уворачивайся Буду просто-напросто маневрировать И таким образом, думаю, повезет И... Нет, на опережение враг стреляет Не повезло Не удалось справиться Как-то слишком слабо мои пушки стреляют Вам не кажется? Вот теперь другое дело Теперь подошла помощь Отличненько И этот корабль мы тоже запросто сейчас взорвем Фух, у него здоровья-то меньше осталось Чем у меня, я надеюсь Давай, да! Все! Отлично! Может быть, удастся выиграть Если у врага нет денег То, да, победа будет у меня в кармане Быстрее, появляйся корабль Нам нужна помощь Уху! Уху-уху-уху! Казалось уже, что все, проигрыш Нет, не проигрыш Лети корабль, быстрее Лети корабль Уворачивайся, уворачивайся, уворачивайся Давай, давай И победа! Фух! Отлично! Все! Замечательно! Я рад, у нас появился новый элемент И нужно достать где-то ракетницу Где она? Я не понимаю Но где-то она стопудово есть Вот она, торпеда Да, нужно будет стопудово захватить сразу этот уровень Ну и пока, ребята, на этом все Если вы хотите больше серий по этой игре Обязательно ставьте лайки И я постараюсь снимать почаще Ну а с вами был Перпетум или же Александр До новых встреч, друзья Всем удачи Всем пока Будьте счастливы Пока! Пока!